Всем привет, друзья! И сегодня я хотел бы разобрать с вами одну очень интересную теорию касательно Звездных Войн. Это необычно для моего канала, но надеюсь, вам это понравится. Желаю вам приятного просмотра! В своем интервью Дейзи Ридли поведала нам, что она очень счастлива, что родители Рэй будут объявлены в восьмом эпизоде. И она сказала, что в принципе все тайны уже открыты, и их можно понять, посмотрев седьмой эпизод. После просмотра мы вышли с моим агентом выпить и пообщаться, и я уже понимала многие задумки, но у остальных осталось много вопросов. Следовательно, мы можем понять, что ответ на вопрос, кто же родители Рэй, есть в седьмом эпизоде. Однако нам давали точную информацию, что самих родителей в этом эпизоде нет. Следовательно, это не Ханс Лей. И это явно не Люк, потому что это было бы слишком просто и предсказуемо. Остается только один вариант. Она, внучка Бивана Кеноби. Перед тем, как перейти к каким-то пасхалкам, фактам и так далее, я еще хочу сказать, что это офигенный ход в самом бизнесе. То есть они смогут сделать фильм-антологию про Бивана Кеноби и о том, что он делал на Татуине до четвертого эпизода. Биван Кеноби и Рэй имеют английский акцент. И логично, что этот акцент она получила от родителей до того, как ее бросили на Аджаку. Рэй также использовала обманы разума на штурмовике. Обман разума также использовал Кеноби в оригинальной трилогии и в приквелах. Другие персонажи, такие как Квай Гон Джин и Люк Скайуокер, этот трюк у них не прокатывал. Также их одеяния очень похожи, если вы присмотритесь на эти две картинки. Что у Бивана, что у Рэй. Также мы знаем, что Кеноби провел 20 лет в полном изгнании на Татуине. Так же, как и Рэй провела практически всю свою жизнь на похожей пустынной планете. И Кеноби, и Рэй были одиноки, без семьи и все делали для себя сами. В четвертом эпизоде Оби-Ван Кеноби достал меч Энакина Скайуокера из сундука и вручил его Люку Скайуокеру. Прямо как и сделала Рэй. Она взяла тот же самый меч из сундука и в конце седьмого эпизода протянула этот меч Люку. Абсолютно схожая параллель с тем, что делала Биван 30 лет назад. Так же и Рэй, и Оби-Ван охраняли дроида, в котором была важная информация. Когда Рэй притянула силой световой меч из снега, играла точно такая же музыка, как и в момент в первом эпизоде, когда меч притягивал Оби-Ван. Так же их схватка на световых мечах с Кайло Реном очень похожа на схватку Оби-Вана и Энакина. Также общий захват руками в центре битвы. Рэй обезоружила Кайло Рена и оставила его лежать на земле, точно так же, как и Оби-Ван обезоружил Энакина и оставила его лежать на земле. И после этого Рэй подняла тот самый, именно тот же самый световой меч Энакина Скайуокера. Из снега, так же, как и Оби-Ван поднял его с земли. И так же Рэй медитировала в момент драки, так же, как и медитировал Оби-Ван при драке с Дартом Вейдером. Я хочу поблагодарить за эту теорию канал Винсент Виндетта. Ссылочка на оригинал, конечно же, будет в описании. Я взял самые интересные и сочные факты, перевел их на русский специально для вас. Надеюсь, вам понравилось это не совсем обычное видео для моего канала. Если да, то поставьте лайк, оставьте свой комментарий. И, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. С вами был Неро, всем удачи, всем пока!